Салаты подпольно и из протухших продуктов. Общественники нашли в Саратове место, где тайно производят еду, употребление которой грозит серьезными последствиями для здоровья. В поле зрения ревизоров попали еще несколько городских торговых точек и в каждой грубейшие нарушения. Как сбывают просроченную продукцию и в каких магазинах города травят людей, расскажет Анастасия Куклева. Самое распространенное нарушение в продуктовых магазинах – просроченный товар. Продукты так называемой второй свежести продавцы не убирают с полок, а иногда и выкладывают на самое видное место, чтобы быстрее продать. Посмотрите, у вас 9 число. 9 число. О том, что у сыра есть срок годности, управляющий магазин «Палитра вкуса» сегодня от общественников узнала впервые. На полках рядом с просроченным российским сыром соседствуют и заморский, и с Францией, и Италией. Правда, никаких документов на импортный товар в магазине не нашлось. Все, отдали. Нет ничего. Аппетитные и свежие, на первый взгляд, эти салаты не случайно привлекли внимание общественников. Говорят, все чаще жители жалуются на отравление именно этой едой. Где вы производите это все? У нас свой цех есть, Дельта нам оттуда привозят. Все салаты. А где вы храните до того, как вы их кладете? В холодильнике у нас есть. Можно посмотреть? В холодильнике вот здесь, в холодильнике. Вот только здесь? Да. Другой продукции у нас нет? Нет, другой продукции у нас нет. С честными глазами управляющий уверяет, никакие салаты в магазине они не готовят. Однако верить ей на слово проверяющие не стали. За стеллажами в подсобном помещении они нашли дверь в потайной цех. В полной темноте здесь хранятся килограммы просроченного товара, сгнившие бананы, овощи и тухлые полуфабрикаты. В этих холодильниках в магазине «Палитра вкус» сохранятся продукты, из которых готовят салаты. Вот так выглядят овощи. Мясная продукция тоже давно уже просрочена, а вот это, по всей видимости, заправка для будущего салата. Комментировать такую находку директор магазина отказалась, но призналась, сама эти салаты не ест, питается дома. Все же оно все тухло, не видишь? Все, все, уже пропавшие. Вся вот эта коробка. Пропавший товар нашли общественники и еще в одном магазине. Судя по внешнему виду, киви, лимоны и мандарины с плесенью лежат на прилавке уже несколько дней. Однако продавцы уверены, товар проверяют каждые два часа. Видимо, за это время он и испортился. «Мы все это проверяем и утром, и вечером. Молочная фрешка каждые два часа, но все равно сейчас жара, как бы успевает где-то что-то испортиться». Кроме испорченных фруктов, на прилавке магазина общественники обнаружили и другой просроченный товар. Например, срок годности этого творога истек еще 10 июля. Творожную продукцию специалисты из Ростельхознадзора взяли для исследования. Просроченной оказалась молочная продукция, в том числе и сыр. Это уже не первая проверка продуктовой сети «Магнит», однако нарушений меньше не стало. «Печальная ситуация. К сожалению, пока не удается нанести порядок. Мы опять обнаружили просроченные продукции, мы их не льем. Я думаю, что нам в жестком порядке, тем, что были отправлены в органы, осуществляющие надзорные функции, мы надеемся, они среагируют. И жесткость должна заключаться в закрытии таких магазинов, которые после двух-трех проверок изменений никаких не происходят». Теперь участники рейда собираются обратиться в контролирующие структуры. С проверкой в эти магазины придут уже не общественники, а представители Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Если нарушения повторятся, объекты торговли могут закрыть, а их руководители привлекут к административной ответственности. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.